Шумовая музыка И как таковые музыкальные лейблы сейчас есть Это лейблы-посредники, которым ты платишь за то, чтобы твоей записи присвоился некий номер регистрационный Для того, чтобы она попала на маркетплейсы типа iTunes, типа Google Music и прочего-прочего-прочего-прочего-прочего Амазона того же Ранее и вообще, в принципе, применительно к совсем уж андеграунду экспериментальной музыки типа Noise Более применительно традиционное теплое и ламповое издание на кассетах, компакт-дисках До винила они, конечно, как правило, все не дорастают Потому что это более дорогое удовольствие, чем такой low-fi, как, допустим, на кассетах какой-нибудь независимый лейбл из Dust Сейчас меньше-меньше этих стало лейблов единоличным человеком представленных А раньше, в отсутствии, опять же, большого количества выбора лейблов-прокладок, которым ты просто платишь за издание Издать такое маргинальное говнище было, допустим, проблемой И, так или иначе, приходилось общаться с этими прекрасными господами К примеру, рассылать записи кучи-кучи людей лейблом постсовка и западных буржуинских стран, допустим Среди этих людей могли встречаться как адекватные люди, так, в принципе, и люди, живущие там, вот, условно, маленькой тусовочкой И, то есть, в действительности издающие себя и, ну, там, пяток своих каких-то вот друзей, знакомых, собутыльников С учетом того, что, в принципе, подобная музыка Это противоположность коммерческой музыке Как таковой, не то, чтобы это совсем никто не покупал, но Это несколько абсурдно продавать, может, даже Не имея какого-нибудь титула, вроде как Заслуженный мастер-говнодел и говноед, типа, там, мерзл Ну, это вот очень ужутрирует, или какого-нибудь бэд-сектор, допустим Ну, так, к примеру, просто И в отношении тебя и твоих записей, если ты их будешь делать, всегда будет играть такой офигенный фактор, как чистая вкусовщина У шумовой музыки, что бы там ни говорили эстетствующие капрофилы У нее нет четких критериев качества, как для поп-музыки То есть, что критерий качества для поп-музыки сейчас? Мастеринг Само качество записи и сведения Соответствие этого качества требованиям Это уже большой бонус Это такой первый критерий оценки Второй, это попадание в правильный хронометраж То есть, это не должны быть какие-то длинные пяти или, не дай боже, длиннее музыкальные композиции Плюс, это стандартная схема куплет-припев Куплет-припев, то есть, увертюры, коды То есть, стандартное достаточно построение трека Нету этих критериев в шумовой музыке, как правило Если это идет речь о какой-то агрессивной музыке Которой вообще может не прослеживаться в полной мере Какая-либо мелодия То есть, полностью деструктурированное произведение Поэтому отношение к каким-либо трекам Это в первую очередь вкусовщина А во вторую очередь личные предпочтения И какие-либо личные знакомства, допустим В свете этого важнее и полезней И главное, интереснее для вас же Будет не пытаться рассылать свои записи к куче лейблов Которые даже не будут слушать ваше вот это вот говно А просто общаться в каких-то тематических пабликах Ну, если только вы не такой конченый, допустим, социопат, как я Которому даже плом общаться в тематических подобных пабликах И который там ни одного сообщения даже не написал Что забавно, на самом деле И, конечно же, это реальные движения Какие-то сходки, какие-то концерты Как правило, для такой музыки Это узкая тусовочка Какие-то дерьмовые залы Или, прости господи, антикафешечки Или еще что-то Ну, там не важно, что это может быть Даже какие-нибудь каворкинги С какими-нибудь, блядь, смузи и маффинами Ну, я утрирую, конечно Это все зависит от степени хипстовости Этой самой тусовочки Потому что серьезные индустриальщики Наизовики, как правило, вот нихуя не хипстеры оказываются Потому что хипстеры, ну, это вот Покушать Разжиженную дресню вроде радиохэт С ложечки Как правило Индустриальная музыка Это не про них Про них, наверное, будет потом отдельный текст Продолжение следует...